Всем привет! Вы на канале XRH, меня зовут Иван и сегодня я хотел бы поговорить о недавних новостях касаемо возможного выхода PlayStation 3 игр на PlayStation 5. Началось все с недавней новости, когда ведущий архитектор PlayStation 4 и PlayStation 5 Марк Церни запатентовал технологию, с помощью которой можно запускать на PlayStation 5 игры от PlayStation 1, PlayStation 2 и PlayStation 3. Еще год назад тот же Марк Церни заявлял, что проблематично запускать игры от предыдущих поколений на PlayStation 5 из-за специфической архитектуры, а также из-за кастомного SSD. Спустя еще немного времени на PlayStation 5 в PS Store в некоторых регионах я подмечу, начали появляться игры на PlayStation 3 без значка PlayStation Now. Что такое вообще PlayStation Now? Это подписка на Manner Game Pass, как и есть у Microsoft, по которой можно запускать большинство хитов с приставки PlayStation 4, а также можно играть в некоторые хиты PlayStation 3. Но стоит отметить, что PlayStation Now есть не во всех странах и в России, к сожалению, официальной поддержки PS Now нет. Также Sony потихоньку прекращает поддержку картоплаты PlayStation Now. Возможно, это подготовка к слиянию PS Now с PS Plus, о котором еще писали в декабре Бумберг. Что ж, очень хорошие новости, но теперь мое мнение по этому поводу. Если игры по обратной совместимости будут идти один в один, как они были спроектированы, то это, конечно же, неплохо, но не то, что сейчас в данный момент хотят игроки. У меня есть все стационарные консоли PlayStation, и при желании я могу в старые игры поиграть на любой там PlayStation 1, PlayStation 2, PS3. На PlayStation 5 могу также запустить игры по обратной совместимости с PlayStation 4, пожалуйста, без проблем. Я уверен, что есть люди, у которых имеется несколько консолей PlayStation, поэтому для таких людей это не очень-то и классная новость. А вот если игры с предыдущих поколений будут идти уже с графическими улучшениями, а также с повышенным фреймрейтом, то это будет на самом деле красота. Я бы с удовольствием поиграл бы в свою любимую гоночную серию MotorStorm. Все три части в 4К 60 FPS. Блин, фантастика. Я бы перепрошел в 4К 60 FPS дурную репутацию, первую, вторую часть, также серию Ratchet & Clank. Можно было бы посмотреть, например, на Killzone 2 и 3 в 4К 60 FPS. Но хотя изначально они и так, в принципе, смотрелись классно даже на PlayStation 3 в 720p. Лично я ожидаю обратную совместимость обязательно с улучшениями. 4К 60 FPS. Sony, пожалуйста, сделайте и это будет по красоте. Есть почва для размышления. Теперь же мы ждем новых новостей от Sony и я надеюсь, в скором времени они не подкачают. Пишите в комментариях, а вы какие ждете игры по обратной совместимости в 4К и 60 FPS на PlayStation 5. Если вам понравился этот ролик, то, пожалуйста, прожмите лайк, а также подписывайтесь на канал, кто еще по какой-то причине не сделал этого. Всем до новых встреч и смотрите Axel Rage!